всем здравствуйте уважаемые лесники сегодня мы окунемся в излюбленную тематику потому как на обзор попал нож андрея титова модель тивуд это профильный нож для леса для бушкрафта нож предоставлен к обзору производителем ссылку на мастерскую я как всегда размещу внизу в описании к этому видео для того чтобы вам было легко сориентироваться нож мелькнул на канале буквально пару недель назад и самое первое впечатление после его распаковки было удивление удивление именно балансом ножа не побоюсь этих слов тут пятизвездочные удобства и посадка в руку за пару недель использования впечатления нисколько не испортились напротив в первые же выходные нож отправился со мной на вылазку побывал на рыбалке в лесу в группе вконтакте вы могли видеть массу фотографий на эту тему сейчас предлагаю рассмотреть этого лесника и мы начинаем обзор поехали кожаные ножны классика кожа здесь толстая но достаточно мягкая вкладыша внутри никакого нет одинарная строчка торцы естественная кожа без какой-либо обработки в этих нужных для меня есть несколько спорных решений первое нету отверстия для вывода влаги а мне кажется было бы не лишним в принципе несложно поправить можно сделать и самому но тут по факту как есть второй момент здесь интересно выполнена петля подвеса она заведена через устье и выведена через прорезь вот в этом месте ниже расклепана здесь есть коцка не обращайте никакого внимания это уже мое творчество ниже то же самое клепки никакой строчки как и на всех бушкрафт ножах лично я предпочитаю свободный подвес здесь он фиксированный есть любители и такого варианта безусловно опять же можно легко дополнить подвес карабином сделать все под себя вопрос решится третье крепеж подогниво и вот здесь субъективно говорю это чисто от себя мне такой вариант не зашел безусловно огнивы разместить сюда можно можно дополнить крепеж резинкой все будет держаться но если носить нож с огнивом постоянно мне бы хотелось чтобы она выпирала гораздо меньше не цеплялась тем самым за ветки за одежду да и в целом не добавляла бы такого количества объема если не носить огниво или допустим у вас просто нет огниво вы им не пользуетесь а здесь в комплекте она очевидно не предусмотрено вот давайте расскажу на своем примере я по привычке таская огниво в нагрудном кармане туристической одежды или в кармане на рукаве к слову сказать отступлю от темы недавно столкнулся вот с такой реализации крепежа и вот в данном случае я готов отказаться от своей привычки но вернемся к нашей тематике прошлые выходные как я уже говорил провел с этим ножом в лесу нож носил в большом кармане на бедре в штанах ну так вышло каждый раз убираешь цепляет достаешь то же самое цепляет такая же ситуация убрать нож в рюкзак в общем не знаю возможно дело в привычке вопрос времени не исключаю пока мне это неудобно в общем и целом вполне добротный чехол ощущение хлипкости не вызывает ножны попадали у меня в дождь полностью промокли на рыбалке высохли далее солнце до плюс 30 нож по-прежнему сидит в ножнах уверенно не вываливается здесь полный порядок дизайнерским этот кейс конечно сложно назвать но чисто рабочий вариант и далее мы будем говорить уже про сам нож лично для меня тевут вот прям конкретно красивый нож не знаю как по-вашему обязательно напишите в комментариях интересно насколько этот нож симпатичен вам нож full танк накладной монтаж рукояти мекарта гладкая но не глянцевая есть микрофактура легкий ворс присущие мекарте вот в этом месте нож задевал у меня об камни было небольшое падение главное нету сколов соответственно претензий к мекарте тоже не имею крупные полые клепки здесь остановимся отдельно после первого появления этого ножа на канале пару недель назад в момент распаковки кто-то моментально написал что такие клепки смотрятся некрасиво вкус у всех разный по мне выглядит просто отлично считает удачным решением поэтому давайте рассуждение в этом направлении будут не в виде критики о виде вкусовых пристрастий каждого что еще объем рукояти я бы назвал его оптимальный по крайней мере по моей руке эргономика тут пятибалльная мне удобно любыми хватами без всяких но форма рукояти сглаженный тыльник сняты все ребра с мекарты как здесь так и вот здесь единственное наверное чуть бы снять грани непосредственно с металла в области пяты вот в этом месте совсем чуть-чуть рисковаты хотя если не придираться и быть объективным в работе я абсолютно никаких неудобств не заметил шикарная ручка клинок выполнен из стали слейпнер легированная инструментальная сталь аналог к 340 также нашел информацию о сходстве именно по характеристикам с американской d2 но пишут что слейпнер более износостойкая и устойчива к появлению микросколов каплевидная форма самого клинка форма в работе мне также понравилась если провести прямую линию через весь нож кончик острие будет ровно по центру то есть укол давление все что с вектором ускорения вперед с точки зрения физики должно быть эффективно режущая кромка от пяты уходит вниз образуется дополнительный угол правильная агрессия и это очень круто при стружке и прочей силовой работе вы ставите нож под углом 90 градусов но рез идет уже как бы с заданным углом слегка наискосок что конечно улучшает качество самой стружки были у андрея титова подобные ножи с рекурвой с выпуклой линзы мы сравнивали в группе вконтакте у меня вариант со скандинавскими спусками в ноль чему я безмерно рад у ножа бритвенная заточка из коробки я покажу легчайший и очень сочный рез идеально обух моего образца 3 6 миллиметра пока ты вот так вот по обуху грани обуха острый такой нож конечно должен работать с огнивом плюс всегда можно приготовить труд или зачистить что-то далее симпатичный продольный сатин тивуд сканди грайнд логотип мастерской ти титов слейпнер озвучил вам все маркировки поперечная грань спуска вот которую сейчас показываю располагается под углом поначалу мне показалось что возможно немного далековато от рукояти можно было чуть-чуть придвинуть рк но процесс работы доказал что все очень эффективно сведение пит и безупречное все идеально ровно вообще как выразился один из подписчиков группы канала forster вконтакте весь этот муж построен на том что его не переборщили привет стасу и спасибо за очень точную формулировку поддерживаю ребят этот нож действительно хорош именно в мелочах очень быстро пришел к такому выводу буквально чуть ли не в первый день взаимодействия с тивудом удобен в руке безотказен в работе комфортен давайте покажу как им пользовался покажу как тивуд смотрится в естественной для себя среде погнали смотрим тест так Вот так мы открываем сезон. Меняем дислокацию, в 30-х войны пройдешь, в лес узнаешь, что в каком-то. Ну это да, под старинку такой, печой весь пятачок. В общем все сядут. Вечерняя рыбалка на закате, садится солнце, а ребятки ловят. Маленькие очень, маленькие, но много. У нас здесь болотистая местность, ребята ушли вперед, с рыбалкой пока так себе, одна мелочевка. Я остановился, решил собрать немного ягод, поесть витаминчиков. Вот такой голубичник, очень много ягод, не вся поспела, есть зеленые. Сейчас немножко соберем, поедим. Ставлю удочку, с рыбалкой пока везет меньше, чем с ягодами. Но я очень сильно доволен, вот мой свежайший улов. Мое наблюдение, у меня с собой мое огниво, у меня с собой достаточно серьезный нож бушкрафта. Так гулять по лесу мне, конечно, спокойней. Вот как-то так и передвигаемся, еще умудряемся снимать. Очень много змей, неожиданно много, жарко. Честно говоря, уже запыхался. Все, идем на выход. Продолжение следует пока. Продолжение следует... Погода не дала нам наловить рыбу. Сейчас почистим. Чайки будут довольны. Чайки будут довольны. Покажи. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Придется забираться... Решаем кухонные задачи... В принципе, все предсказуемо... Однако, для очистки совести... Если мы просто должны это сделать, будем готовить ужин. Продолжение следует... Особенно удобно чистить картошку вот этим местом, ближе к рукояти. Здесь самая узкая часть клинка. Удобно разместить пальцы. Работа получается легко. Вот он момент икс. Картофель, плотная структура и скандиспуски. Смотрим. И, конечно же, нож будет колоть. Таким обухом, с такой геометрией... Вы слышите характерный хруст. Это факт. Теперь капуста вся мне не нужна. Сделаем тонко на салат. Слушаем звук. Вполне неплохо. А вот здесь сканди очень даже уместны. Мне нравится, как работает. Смотрите. Очень тоненько, очень деликатно. Да. Это жесткий топор. Чистить морковь мне даже понравилось. А вот звук при рейде вы слышите сами. И без комментариев. Мне даже понравился радиус на РК в каком-то смысле при работе с продуктами. С поправкой на то, что работа идет на доске. То есть слегка на весу. Посмотрите. Действие происходит по принципу коромысла. Общая картина по продуктам. Мне было удобно почистить овощи. Удобно, насколько, насколько это возможно для такого габаритного ножа. Касательно реза. Если это крупные продукты, особенно плотные, идет раскол. Если это мелкие продукты, такие как редиска, проблем нет никаких. Такой нож, безусловно, вас накормит. И, наверное, даже поможет добыть пропитание. Но о фигурной нарезке придется забыть. Возвращаемся в лес. Слушайте, этот обзор получается каким-то действительно большим. Много дней прошло с тех пор, как я начал писать этот тест. Поэтому сейчас быстренько собираем кору. Пробуем взаимодействие с огнивом. Строгаем батонем. И подводим итоги. Поехали. Абсолютно без каких-либо проблем. Настоящий нож бушкрафта. Искры легко высечь. Все здорово. Меня конкретно достали комары. Видел такую вещь, что древесный гриб в подожженном виде, его дым, отпугивает этих диких тварей. Сейчас будем пробовать. Создал себе условия хоть для какого-то комфорта съемки. Нужно сказать, что работает по принципу спирали. Поджигаешь и комаров становится меньше. Не знаю, как надолго этого хватит. Надеюсь, до конца съемки продержимся. У меня все готово для того, чтобы немного побатонить. Вот наши испытуемые полежки. Приползла какая-то интересная зверюшка. Необычно. Вполне можно и просто порубить. На примере вот этого сухого полена могу сказать, что нож разбивает его ближе к середине. Запас параметров по батонингу более чем достаточный. Мне хватает за глаза. Во-первых, очень рабочий обух. Во-вторых, нож очень качественно строгает. Можно брать любой ширины стружку. Здесь у меня получается чуть ли не тонкая древесная лента. Отлично. Тут все выше всяких похвал. Просто пять из пяти. Мелкий труд, сделанный обухом ножа. Все как надо. Так, ладно. У меня у самого уже складывается ощущение, что этот тест длится вечность. Давайте подведем итоги. Они будут очень простыми. Этот нож стоит пять с половиной тысяч рублей. Удивлены? Вот и я тоже немало удивлен. Тем более, что нож полностью соответствует своему гордому званию бушкрафта. У меня есть определенные амбиции касательно ножен. Я уже озвучил их в начале обзора. Смотрите, как это могло бы смотреться с ножнами, скажем, моего Ларса Фальта. Согласитесь, очень презентабельно. Возможно, чуть-чуть подыграть с цветом, но в целом смотрится здорово. И тут такое дело. Тивут-то сел в ножны от Кастрюма. Великолепно. Возможно, в этом есть намек. Касательно самого ножа. Без вопросов. Очень доволен. Резучий бушкрафт сделан качественно, надежный. Сложились определенные ощущения от стали Слейпнер. Кажется, что она теряет свою первоначальную агрессию процентов со 100 до 85. И далее уже очень долго остается в таком состоянии. Нож 5 баллов. Скандинавские спуски 23 градуса. Работа по дереву просто как по книжечке. Тивут остается у меня и становится рабочим вариантом лесного безотказного помощника. Что стоит сказать в финале? Ну, во-первых, хочу сказать спасибо Андрею Титову за выверенный баланс, качественные материалы и хорошее исполнение. Во-вторых, это тот нечастый, я бы даже сказал, единичный случай, когда я могу порекомендовать нож к приобретению в эти деньги. Нож действительно достойный. Вот вне всяких рекламных политик просто имейте это в виду. И третье. Я надеюсь, что мы продолжим знакомство с творчеством этого ярославского мастера, потому как действительно заслуживает внимания. Маленькая вставка в конце. Догорает мой спасительный гриб. Я поджигал без 20, сейчас без 10. Мне хватило практически на час, на 50 минут. На улице был дождь, сыровато. Думаю, если будет сухо, минут на 30-40 спастись от комаров вам хватит. Поэтому такой способ можно держать в голове. Если оборудовать лагерь колышками и развесить на них тлеющий гриб, можно вполне неплохо скоротать вечер. Ну что ж, очень приятное пополнение в моей рабочей коллекции. Продолжаем выбираться в лес. Продолжаю стараться радовать вас качественными обзорами. А вы со своей стороны порадуйте нас лайками. Обязательно поделитесь в комментариях своим мнением и присоединяйтесь к каналу. Впереди масса интересного. На сегодня у меня все. С вами был канал Форестер. Любите лес. Всем хорошего дня. Пока.